Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Собственно, спрашиваете ли вы о том, нормальная ли перспектива в отношениях, где мужчины охотно общаются с вами, охотнее, чем с другими девушками, но общаются в основном на нейтральные темы. Стоит вам заговорить о чём-то лично, можно скромничать и, соответственно, закрывать. Плюс ко всему у него есть, как вы говорите, тайные отношения с другой девушкой. Правда, я не очень понял, почему эти отношения тайные и что это за тайные отношения, если о них знаете вы. Собственно, вопрос вы задаёте такой, как понравится ему больше, чем та девушка. Для этого нужно, очевидно, знать его интересы. Для этого нужно, собственно, понимать, что нужно мужчине в отношениях с мамой и вообще с девушками. Что ему нужно, в чём он нуждается. То есть, если вы будете, условно говоря, делать не то, что нравится ему, а если вы не будете узнавать его интересы, если вы не будете узнавать, какая девушка ему нужна, то, ну, вряд ли, вряд ли он получит, становится ему больше, чем другая. С другой стороны, плата, которую вы можете заплатить за это, может быть потеря себя. И это очень важный момент, что если вы потеряете себя и не будете держать собой, вряд ли кто-то в отношениях будет счастлив, потому что точно не вы. Поэтому, единственный из самых лучших способов, который я знаю, понравился другим людям, это быть собой. Собственно, вы либо понравитесь, либо нет. Другой вопрос, принимаете ли вы вероятность отказа? Принимаете ли вы вероятность того, что ничего не получится, что мужчина вас оттолкнет, что мужчина скажет вам нет? Вот это уже очень важный момент. Если вы не принимаете подобное, то этим людям нужно работать. Вероятно, вам очень больно допустить, что, ну, что вас могут оттолкнуть и не принять. С этим нужно работать, потому что, в том числе, из-за этого вы не сможете устраивать, ну, такие, выверенные, достаточно выверенные, спокойные отношения. Вот, на мой взгляд. По крайней мере. Вот, примерно, такой ответ я могу вам дать. Я надеюсь, что это было полезно. По перспективе, я думаю, вам, как сказал мой коллега, надо бы обратиться в раздел эзотерики. Именно эти специалисты занимаются перспективами. Вот, психологи немножко занимаются другими. Удачи. Всего самого доброго. Всего самого доброго. КОНЕЦ КОНЕЦ